В военные годы изобразительное искусство вносит свою лепту в приближении победы. На передовой между боями выпускались газеты, плакаты, придумывались карикатуры. Главная пропагандистская роль отводилась плакату и политической карикатуре. За годы войны только центральное издательство выпустили свыше 800 плакатов. Сегодня, спустя десятилетия со времени его создания, плакат 1941-1945 годов остался искусством нестареющим, острым, боевым и призывным. Тяжелые были первые месяцы войны. Враг теснил нашу армию, захватил Белоруссию, Украину, Прибалтику, кольцом блокады окружил Ленинград, подбирался к окрестностям Москвы. На занятой территории гитлеровцы истребляли советских людей, жгли деревни, насильно увозили молодежь на немецкую каторгу. Первым плакатом, расклеенный на стенах домов 23 июня 1941 года, был лист художников Кукра Никсов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Плакат изображал Гитлера, который нарушил пакт о ненападении между СССР и Германией и красноармейца, вонзившего штык в его голову. Среди многих работ тех дней, лист Корецкого «Наши силы неисчислимы». Плакат нес идею создания единого народного ополчения для борьбы с врагом. Художник обратился к символу русского национального патриотизма. В скульптуре матроса Минин и Пожарский, которая на плакате олицетворяла Москву и весь многонациональный советский народ. Тогда же, в июне 1941 года, Корецкий создал композицию «Будь героем». Этот плакат, увеличенный в несколько раз, был установлен вдоль улиц Москвы, по которым в первой неделе войны проходили колонны мобилизованных жителей города. В конце июня 1941 года появился знаменитый плакат времен Великой Отечественной войны, созданный художником Таидзе. «Родина мать зовет». Немолодая женщина с суровым лицом держит в протянутой вперед правой руке текст военной присяги. Слегка разметавшись с проседью волосы, сдвинутый переносится на хмуренные брови, развиваемый ветром платок, создает настроение тревоги и очень четко определяет главную мысль плаката. Родина мать зовет своих сыновей исполнить долг, защитить Отечество. Защитников Ленинграда вел в бой плакат Серова «Наше дело правое. Победа будет за нами». Суровые испытания выпали на долю защитников Москвы осенью 1941 года, когда враг вплотную приблизился к столице. В эти дни был создан плакат Жукова и Клемишина «Отстоим Москву». Авторы придали воину черты народного героя, призывающего отстоять врага не только столицу, но и свободу всей страны. События на фронтах войны 1942 года. Блокада Ленинграда, приближение врага к Волге, оккупация огромной территории поставили перед авторами новые задачи. Художники показали трагедию войны. Героями их листов были женщины и дети. Широкое распространение в годы войны получил плакат художника Корецкого «Воин Красной Армии. Спаси». Этот плакат стал символом и клятвой, будил в сердцах бойцов горячее стремление разгромить врага, спасти жены детей от мук и страданий. На нем изображены в пламени пожарищ мать с ребенком на руках, грудь которой направлен кровавый фашистский штык. Художник Шмаринов в плакате «Отомсти» отразил важные нечеловеческие страдания. На фоне дымного пожарища стоит женщина, неподвижная и страшно в своем горе. На ее опущенных руках тело зверской убитой девочки. В широко раскрытых, наполненных слезами в глазах матери не только страдания, но и требования – «Отомсти». Страстью борьбы был наполнен плакат Корецкого «За Родину», на котором смертельно раненый матрос бросал гущу врагов в противотанковую гранату. Бессмертие, героизм и фронтовое братство советских воинов воспил плакат Жукова «Немецкий танк здесь не пройдет». Победа под Сталинградом продемонстрировала всему миру несгибаемую силу бойцов и мощь Красной Армии, сумевшая противостоять многотысячной немецкой армаде и отбросить врага от Волги. Об этом плакат «Дни и Долгорукова. Сталинград». В 1943 году в советский плакат проник ледовое настроение, вызванное решительным переломом в ходе войны. Больше стало в нем светлых и радостных ноток, вызванных предчувствием Великой Победы. Все чаще звучал призыв не только освободить советскую землю от врага, но и принести свободу народам Европы. Советская армия остановила, а затем отбросила врага, и когда Иванов в плакате «Пьем воду родного Днепра» создал прекрасный образ бойца, зачерпнувшего каской священную воду освобожденного Днепра, наша армия рвала фашистские цепи, опутавшие страны Европы. Прорыву блокады 18 января 1943 года посвящен плакат Серова. Блокада Ленинграда прорвана. Вместе с победоносными войсками в освобожденные польские, чешские, венгерские, румынские города входил плакат Шмаринова «Красная армия несет освобождение». На плакате Корецкого «Не унесут фашистов ноги, добью врага в его берлоги» пожилой боец с автоматом на груди верит в близость победы и неотвратимость расплаты врага за все причиненные народом страдания. Известие о победе и окончании войны стало самым значительным событием 1945 года. В мае Москва украсилась многочисленными плакатами, выполненными Ивановым, Корецким, Кокорекиным, Клемишином, Головановым. Художнику Голованову в плакате «Дойдем до Берлина» удалось создать запоминающийся образ воина. Прототипом стал герой-сапер голосов, фронтовые портреты которого легли в основу знаменитого листа. Когда победой окончилась Великая Отечественная война, Голованов изобразил советского воина, героя-победителя, простого русского парня на фоне берлинского рейстага. Как лозунг звучит победная надпись «Дошли», который чертит на стенах рейстага воин советской армии. Художники прославляли советский народ и его героических воинов. Плакат Великой Отечественной войны под залпы салютующих орудий и радостное ликование победителей торжественно ушел в историю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!